Жители соцгородка возмущены, на их взгляд, очередной коммунальной несправедливостью. В квитанциях за услуги управляшки они увидели новые строчки. Деньги за установку общедомовых приборов учета на тепловую энергию и проценты за использование кредита, который УК взяла, чтобы счетчик купить и поставить. У меня трехкомнатная квартира, мне насчитали 900 рублей слишком. То есть сейчас. Но это значит как бы за два года, то есть 2016 года, 17 и вот по сегодняшний день. Хотя мне вообще, если так говорить, мне этот счетчик вообще не нужен, потому что у меня индивидуальное топление. Жалуются жители Стрелковой, улицы Смирнова, переулка Столярный. У всех счетчики поставили уже давно, пару лет назад. А вот выставили счета только сейчас. Нам якобы предлагали установку этих счетчиков. Мы не собрали собрание, не постановили, и они от своего лица решили сами это сделать. Мы же, мы же, вот тут несколько домов, несколько улиц собрались. Никто этого постановления и предложения не видел. На что у нас управляющая компания? Кому приходят документы обо всем этом? Почему нам сразу не довели до нас? Жители возмущают, что управляющая компания собрание не провела, о кредите не сообщила. Ни в каком банке взяли, ни под какой процент, даже на сколько лет. Людям непонятно. По воде ставили счетчик, денег не брали. По электричеству денег не брали. Вот почему мы должны теперь платить? Вот я живу одна, пенсионерка, инвалид. Я должна переплачивать за пять лет за эти проценты еще почти полторы тысячи. На каком основании? Доживу я, не доживу. Вообще-то непорядок. Объявление на подъезде – вот и вся работа с собственниками. Управляшка оставила жильцов надумывать. Вот бунт и назрел. Представитель нашего дома должен был участвовать вообще в подписании акта приемки в эксплуатацию этого счетчика. Никто, так сказать, его не подписывал от нашего дома. Это один из вопросов, который ответит нам на вопрос, введен он, не введен. Если он не введен, тогда он, в общем-то, и не является нашей собственной. Раз мы им не пользуемся как инструментом, значит, а мы еще и по кредиту за него должны расплачиваться. Так он не наш, этот счетчик. В госжилинспекции поясняют, все собственники жилья до 2012 года должны были обеспечить оснащение домов приборами учета вод и тепла. Это федеральное требование, которое не подлежит обсуждению. То, что собственники обязаны оплатить установку прибора, тоже константа. Оснащение многоквартирных домов ОДПУ, а также данных ОДПУ в эксплуатацию, законом возложено на собственных помещениях в МКД. Это константа не обсуждаемая. Собственники обязаны и обязаны оплатить. При этом граждане помещений, собственники многоквартирных домов, не исполнившие в установленный срок данной обязанности, оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы организаций, которые установили данные счетчики, при условии, что ими не выражены намерения оплатить эти расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В действиях управляющей компании нет ничего противоречащего закону. Раньше в квитанциях не ставили сумму только потому, что прибор не был введен в эксплуатацию. По закону выставление счетов лежит наука, даже если это не было оговорено общим собранием собственников. А вот узнать о кредите можно будет в конце года, затребовав у коммунальщиков отчет финансовой деятельности. А вот и эта самая управляющая компания МУК номер три. Здесь отвечают, не заплатить по сумме в счете вариантов нет. 139 тысяч рублей за счетчик со всех жильцов одного дома снимать будут долями до полного погашения. И казалось бы, ничего нет проще. Управляющая организация действует в рамках законодательного поля. Но даже нам при всей селе телевидения для того, чтобы это узнать, понадобилось две недели. Именно столько управляющая организация отвечала на наш официальный запрос. И остается только догадываться, сколько же времени они отвечают обычным гражданам, собственникам квартир, которые обслуживают. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова